Вот написан давно довольно известный рассказ, даже было, по-моему, две или три попытки его экранизировать, но как ни странно, вот когда я смотрю на себя в зеркало, я думаю, как же вот с таким лицом и с таким голосом можно добиваться какого-то комического эффекта. Ну, очевидно, что-то вот в этом физиономе, в этом голосе есть, потому что я вам не мешаю самим фантазировать и видеть ту картинку, которую я вам предлагаю. А любое кино или попытка навязать какое-то свое представление об этом, как ни странно, проигрывает. Поэтому вот я вам предлагаю свой вариант этого рассказа про девочку за дверью. Галя еще раз проверила, закрыты ли окна, спички спрятала и, присев у зеркала, говорила, отделяясь слова от губ движениями помады. Светочка, мам, пошла в парикмахерскую. Позвонит приятный мужской голос, скажешь, мама уже вышла. Это парикмахер. Позвонит противный женский голос, спросит, а где Галина Петровна? Это с работы, скажешь, она пошла в поликлинику выписываться. Не перепутай. Ты, девочка, умненькая, тебе шесть лет. Будет семь, поправила Света. Будет семь. Помнишь, как можно открывать дверь? Помню, ответила Света. Никому. Верно. А почему нельзя открывать, не забыла? Бабушка говорит, по лестнице нехорошие бандиты с топорами ходят. Прикидываются водопроводчиками, тетями, дядями, а сами хватают девочек и топят в ванне. Правильно? Правильно. А бабушка придет ей открывать? Спросила Света, откручивая кукле ногу. Бабушка не придет, она на дачу приедет завтра. А если сегодня? Я сказала, завтра. А если сегодня? Если сегодня, то же не бабушка, а бандит. По домам ходит и дедок ворует. Есть еще дурацкие вопросы? Нет вопросов. Ответила Света, внимательно глядя, куда мать прячет от нее французские духи. Ну, вроде порядок. Галя цепким глазом таможенника ощупал отражение в зеркале. Буду часа через два. Нет, через три. Тебя-то долго обстригать будут? Ты же не слон. Не обстригать, а стричь. Это плохой мастер делает все тяпляпо. Хороший мастер? Галин голос потеплел. Настоящий мастер все делает хорошо и поэтому долго. Никому не открывать. Матч мокнула Свету и хлопнув дверь и ушла. Света достал из тумбочки французские духи. Пол флакона прокинуло на голову кукле. Приговаривая, вымоем Дашки головы, будем обстригать. Не волнуйтесь, настоящий мастер все делает так долго, пока вам не станет хорошо. Тут раздался звонок в дверь. Света побежала в прихожую и звонко спросила. Кто там? Хриплый голос ответил. Открой, это я, твоя бабушка. Здравствуй, бабушка. А зачем таким страшным голосом говоришь? Да простыла, внученька, уже и молоко с медом пила. Все хриплю, открывай. Бабушка, мама сказала, ты завтра приедешь. А сегодня еще сегодня. А я сегодня и приехала. Открывай, темно на лестнице, и ноги болят. Света набросила на дверь цепочку. Бабушка, задумчиво сказала она через дверь. Я открою, а ты бандит. Какой еще бандит, бабушка закажет, что-то обыкновенный. Ты же сама говорила, прикинется бабушка, и ваня утопит. Приезжай завтра, будешь бабушкой. Старушка опустилась на ступеньку, заплакала. Стыд-то какой. Вот идете у вас, Виталий, а? Родной бабке через двери не верит. Бессовестная, когда мать с отцом будут. Папа после работы донеслось из-за двери. А мама пошла выписываться к парикмахеру. Куда? Бабушка вскочила. Все, Сережа, расскажу. Верти хвосткой, ты вся в нее. Вся вот, сейчас возьму, тут и умру. Бабуль, бабуль, пробивалась из-за двери детский голосок. Ты не умрешь. Мама сказала, ты сначала нас всех похоронишь. Эта галка про меня такое сказала? Вот змеюка, а. Все, Сережа, расскажу. Про всех парикмахеров. Еще неизвестно, от какого парикмахера дочь. В это время по лестнице подымался мужчина в сапогах из спецовки. Разглядев в туслом свете умирающей лампочки старушку в слезах, он остановился. Кого оплакиваем, бабуля? Признаться постороннему, что тебя не пускает в дом собственная внучка, было так стыдно, что бабушка, проглотив слезу, соврала давление у меня, пониженное, сынок. Второй день с лестницы падаю. А мы в квартиру позвоним, в Валерьянышке хлопнешь весело, сказал мужчина, нащипывая на двери звонок. Кто там, спросила Света. Ребятенок, открой, тут какая-то старуха конца отдает. Дядя, там темно, вы потрогайте, эта старуха может быть старый бандит. Мерзавка, звала бабушка, перед людьми не позволь. Ага, так там внучка твоя, казалось, сообразил мужчина. Чья бы там внучка ни была, отпереть будь любезна. Слышишь меня, стерва несовершеннолетняя? А при детях ругаться нельзя, сказала Света. Папа при мне никогда не ругается. Сначала ложит спать, дверь закроет, а потом ругается с мамой. Понял, сын, сукин? Гвода йод. Одобрительно хмыкнул мужчина. Перспективная девчушка у вас подрастает. А вы там кто такой один бабушка, второй дедушка, что ли? Я-то, я, дядя Коля, водопровод... Бабушка ладошкой зажах, мужчине розы шипела. Не водопроводчик, только не водопроводчик. Олег, ты про водопроводчиков такого наговорили? Вы почтальон. Дядя Коля пытается оторвать от себя бабушку, бронился шепотом, чтобы вы сгорели. Почему водопроводчиками пугаете? Он, а что почтальон, не может стать бандитом, если захочет? Я прошу вас, ныла бабушка, скажите почтальон, она откроет. Дядя Коля сплюнул с сердца. Слышишь ты там? Открывай. Оказывается, я почтальон. А голос как у водопроводчика. Бабушка, внучка, воспитана на совесть. Граница на замке. Боюсь, придется ломать дверь. Ломайте, бабушка махнула рукой. Только аккуратно, как свою. Водопроводчик достал инструменты и, напевая роман со двори потихоньку калитку, начал выламывать дверь. Удары кувалды глухо бухали на всю лестницу. За это время шесть человек тихими мышками прошмакнули по лестнице. Ну, во-первых, соседи плохо знали друг друга в лицо. Во-вторых, на площадке был полумрак. А в-третьих, как-то неловко спрашивать у незнакомого человека. В свою квартиру он ломится. Или в чужую. Видя, как дверь начинает шататься, Света заплакала. Мама, мамочка, меня утопят! Она дрожащей рукой задвинула засов старого замка, которым давно не пользовались, но с двери так и не сняли. По лестнице на свистовый подымался Светин папа. Увидев полутне сопящих у его дверей, Сергей на всякий случай сходу заехал водопроводчику в ухо. Сереженька, не бей, это свои, завопила бабушка и бросилась разнимать. Мужчины метили друг друга, но в темноте в основном все доставалось бабушке. Как обычно и достается разнимающим. Когда старушка была положена на обе лопатки, мужчины успокоились и начали приводить ее в чувства. Наконец, все очухались, помирились и, потеряя ушибленные места, уставились на дверь. Света, открой, дедочка, простонал Сергей, держась за скулу. Сейчас папочка ответила Света. А ты правда мой папа? Другого папы пока что у тебя нет. А бабушка говорит, я от какого-то парикмахера получилось. От какого парикмахера? Сереженька, бабушка в темноте выразительно посмотрела на сына. Ты его не знаешь. Я тебе все расскажу, если попадем в квартиру. В это время на площадке остановился пухлым мужчина. Переводя дух, он сказал, бог помощь. А что вы с дверью делаете? Видите ли, замялся Сергей, сигнализацию ставим. Угу, ухмыльнулся водопроводчик. Можно вызвать мастера на дом? Омойте сами дверь милицию отволочь. Тогда установка сигнализации вам дешевле обойдется. Понял. Пухлый стал быстро подниматься по лестнице. Сергей тряханул дверь. Светочка, открой немедленно, гадина. У меня ключи от опров выпарю. Выпарешь, если отперешь. Света вздохнула. Я на старый замок закрыла. От него ключей ни у кого нету. Даже у папы, если он, это вы. Ну, что делать, Сергей закурил. Деньги мне надо забрать. Деньги до двух держат цветной телевизор. Маленький, за 200 рублей. Как 200? Он 400, 100 удивился, дядя Коля. Да цельно тянутый. Прямо с завода. Что такое цельно тянутый? Спросила бабушка. Ворованный, утянутый. Значит, объяснила водопроводчик. Цельно тянутый. Грех не взять. Грех. А мой папа говорил, воровать нехорошо. Признес за дверью детский голос. Значит, точно там одни бандиты собрались. Нехорошо родному отцу дверь не открывать, крикнул дядя Коля. Дура старая. В это время наверху что-то крымахнуло, охнуло и, ругаясь, покатилось вниз. Это были супруги Бирякова из 57-й. Они волохли дубовую дверь. Тяжелая дверь неслась быстрее Бирякова, била их об стены, перила, мотая из стороны в сторону. Что случилось? Успел крикнуть водопроводчик. Сказали, сегодня всем поставить сигнализацию, завтра бандитов ждут. Вот сумасшедшая бабушка покачала головой. Уже слух пустили с вашей легкой руки про сигнализацию. Сейчас все двери посрывают. И действительно наверху что-то грохнуло. Потом еще раз грохнуло в другом месте. Люди рвали двери с петель. Света Сергей постучал к двери кулаком. Слушай внимательно. Мама сказала, чтобы ты никому не открывала дверь. И ты молодец, что слушайся, дрянь. Но про то, что деньги просовывать под дверь нельзя, мамочка ничего не говорила. И если человек, не заходя в дом, скажет, где у вас лежат деньги, значит он тебе кто? Вор. Ответила Света идиотка. Он твой отец. Были бы моим папой, знали бы, что денег у нас дома нет. Папа все время кричит маме. Нету их. Я не ворую. Никак бандитов не может устроиться. Сергей стукнулся головой в дверь. Светочка, у меня в копилке кое-что припрятано. Клянусь тебе, в ванной, за ведром, в мыльнице, под мылом, лежат деньги. Вынь, просунь бумажки под дверь. За дверью было тихо, наконец послышали светильные шажки. Бандиты, вы здесь? Здесь, мы здесь, доченька, просовывай. Там нету мыльницы с деньгами, только бабины носки. Сувать? Украли, взвелся Сергей. Господи, в кои-то веки в доме появились деньги и сперли. Вот бандиты уже пронюхали. А может быть, они еще там, дядя Коля, навались. Мужчины прыгнули на дверь, и вместе с ней рухнули квартиру. Вечером вся семья и дядя Коля ужинали, смотря новенький телевизор. Двери же поставили на место, с водопроводчиком расплатились, и он, возбужденный червонцем, хвалил хозяйку. А что ж ты бабочка обманула? Доченька перебила его Галя, сказала, мыльницы нету. Испугалась. Бандиты узнают, что есть деньги, и двери выломают. А они все равно разломали. Все засмеялись. Соображаешь? Молодец, сказал водопроводчик, укладывая на хлеб десятый кружок колбасы. Но запомни, детям обманывать старших нехорошо. Вот ты сначала вырасти, стань человеком. За стеной временами слышали стоны и треск, и это соседи волокли двери на установку сигнализации. Ничего не понимаю, сказала Галя. Тащат и тащат. Может быть, правда, весь дом засигнализируется, а мы опять как дураки? А на какие, позвольте спросить, шиши, скинулся Сергей, я и так весь в долгах. Папочка, заплати, а то у меня в ванне утопят. Да где же столько денег возьму, доченька? Я знаю, где сказала Света. У бабушки на антресоле полваленка деньгами набита. Вру, не бессовестно, завопила бабушка. Какие полваленка? Там ботик крохотный. Значит, валеньки мамочка свои деньги прячет. Это у папы в мыльнице кусок мыла остался. Долги раздать. Наступила тишина. Разряжая остановку, водопроводчик дипломатично высморкнулся и сказал, я извиняюсь, домой надо 9 часов, пора сына пороть. Ведь кроме меня у него никого нет. Это у вас нормальная семья. Счастливо оставаться. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ